Приветствую вас, Анна. Смотрите, ну, во-первых, не поймите меня неправильно, но если вы хотели встретить Новый Год, хорошо, то, наверное, стоило бы раньше обратиться за помощью, хотя бы, когда он начал с вами разговаривать, ваш муж, я имею в виду, чтобы было время вам помочь. Это первое. Второе. Вы пишите, что последний год ваш муж стал вас обижать и унижать, причем делал и делает это на празднике. Смотрите, в этом моменте и далее у меня есть столько ощущений, что вы позиционируете себя как некую жертву, потому что, пишите, муж стал меня обижать и унижать. Ну, вот, как вас можно обидеть и унижать, если вы сами себя не унижаете и сами себя не обижаете. То есть, получается, что процесс унижения и обиды вас, в том числе, связаны с вами. То есть, вы что-то принимаете от своего мужа. Вы что-то принимаете на себя, на свой счет. Но, принимая на свой счет, вы отказываетесь интегрировать это в свою картину мира, свои представления о себе. Вот. Вместе с тем, обида – это все-таки определенное то, что вы ждете от человека. То, что вы ожидаете от него. И ваши ожидания, они явно не соответствуют тому, что в действительности происходит. Что, конечно, тоже большая проблема. Большая и довольно серьезная проблема. Крайне желательно, чтобы вы перестали реагировать негативно на то, что говорит ваш муж. Ну, перестали не в том смысле, что вот просто взяли и волей заставили себя. Нет. А перестали именно в том смысле, чтобы не чувствовали унижения и обиды. Чтобы мужа не было возможности с эмоциональной точки зрения вас унизить и обидеть. Это важно. Это очень важно. Очень важно. Вот. Дальше. Вы пишите «Все братники, я плачу, как белуга». Вот здесь еще одно проявление, на мой взгляд, некой жертвенности вашей. Потому что плакать или нет – это ваш выбор. И у выбора, у вашего выбора, должны быть определенные основания. Поэтому, тут все достаточно неоднозначно. Почему вы плачете? То есть, как бы, как вы к этому приходите и так далее. Ну, и муж, если начал вести себя подобным образом, тоже, наверное, имеет какую-то мотивацию так делать. Если ему тоже что-то не нравится, то тоже, вероятно, что-то не устраивает. И напрягает его довольно сильно. Поэтому это нужно поисследовать. Разобрать, что произошло. Вот и сегодня, 31 декабря, он разговаривал со мной уже три дня. А, из-за чего, почему не разговаривает? Здесь, я бы рекомендовал вам изучить анальный тип в интернете, анальный тип человека. Далее, вы пишете, я понимаю, что Новый год я встречал в дневах и в постели без каких-либо поздравлений, угощений и радости. Смотрите, опять же, это ваш выбор. Такое ощущение, что вы привязаны к своему музею, кроме как к музею. Смотрите, встретить Новый год вы не можете. Опять же, радость, это то, что есть и в вас. Равно как и поздравления и угощения. А выглядит все так, что вы хотите получать это от мужа. Новый год, это то, что создают люди вместе. Но он не окрут один, а выглядит все так, что вы хотите, чтобы именно муж создавал вам ощущение праздника. То есть, вы здесь, еще раз повторюсь, жертва. И решите, пожалуйста, в треугольниках Карпана, чтобы понять то, о чем я говорю. Я не знаю, что с ним происходит. Подскажите, пожалуйста, как мне быть. Как мне быть, чтобы что, Анна? Мы тоже не знаем, что с ним происходит. Нужен подробный анализ вашей ситуации, чтобы разобраться, чтобы понять то, что происходит. Нужен подробный анализ вашей истории с мужем. Самое главное, что да, это очень неприятно, что вот он так себя ведет. Но вы, вы, получается, терпите это уже год. Зачем? Вам нравится плакать, если вы не получаете никакой вторичной выгоды от своих слез, то у вас заниженная самооценка, скорее всего, она у вас так и так занижена, но тем не менее. Раз вы терпите от мужа поведение, которое для вас неприемлемо. Ну, то, что вас задевает и обижает его поведение, это, конечно, свидетельствует о том, что самооценка у вас проблем. Но для чего вы терпите? Чтобы что? Ну, здесь вам не хватает такой достаточно четкой, адекватной, но при этом безобвинительной, не агрессивной позиции, чтобы доносить ее мужу. А мужу, чтобы измениться, если вы хотите изменений, нужна мотивация. Без мотивации меняться, мужчина не будет ничего делать. На данный момент, судя по всему, он получает от вас то, что хочет, когда вы плачете. Слезы и так далее. Чем это связано, сложно сказать. Страх близости, страх праздников, нежелание раскрываться перед вами в празднике, обиды за что-либо в прошлом. Может быть обострение своих собственных конфликтов и кризисов. Неизвестно. Важно то, что человек так поступает. И важно то, что вы эмоционально от него зависимы. И чтобы разрушить данный порочный круг, мне кажется желательно перестать быть в первую очередь зависимы от человека. Уже потом вы можете корректировать свое поведение так как вам хочется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам Анна. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится самым лучшим образом. Но идеальным вариантом было бы, если бы вы обратились к психологу на индивидуальные консультации.